Так, Ежи, расскажите про реформы Гайдара, в чем их минусы и в чем плюсы? Ну, нужно было сломать советскую систему экономическую, добить ее, которая базировалась на, собственно, госкапиталистических предпосылках, то есть нужно было сформировать систему, которая бы основывалась на частной собственности, на средства производства, то есть в этом прогрессивное значение либеральных реформ. В чем минусы? Ну, в том, что, опять-таки, недооценено для экономики было значение мелкого и среднего бизнеса, не были созданы необходимые все условия для вот именно этих категорий в экономике. И, по сути, все закончилось старым добрым госкапитализмом, потому что в итоге имущество было и наиболее, скажем так, крупные куски пирога из области там заводов, того, что связано с сырьевыми монополиями, было отрезано от государства, то есть каких-то старых, ну, то есть было отрезано от... В общем, в конечном итоге, чем это закончилось? Дело в том, что все было передано людям, которые так или иначе были связаны с властью, то есть в итоге от старой формы госкапитализма пришли просто к новой форме госкапитализма, но при которой присутствует минимальная частная собственность на средства производства. И поэтому, по всей видимости, ну, если бы эти люди, которые эти либеральные реформы проводили, они были бы... Им была бы присуща хотя бы минимум какой-то интеллектуальной чистоплотности, то они бы, наверное, признали то, что их либеральный курс провалился. Но вместе с тем, они всегда устами, например, Чубайса, того же самого, они делали акцент на том, что цель-то их реформ была в том, чтобы вот просто отрезать эти куски от старой экономики, да, и передать это в руки каких-то частников, да, и таким образом разрушив вот эту вот систему общественной собственности на средства производства. Но вместе с тем, они подвергались критике не только внутри страны, но и со стороны западных аналитиков и советников, которые говорили, что, ребята, что вы делаете? Вы же просто передаете эти куски советской экономики каким-то близким людям. То есть в итоге рыночная экономика не наступает, потому что вы... У вас самым привилегированным классом в обществе становится не капиталист, а чиновник государственный. То есть, по сути, либеральные реформы закончились тем, что мы перешли от одной формы азиатской деспотии к другой форме азиатской деспотии. И просто первая форма азиатской деспотии, она не подразумевала наличие там мелкого и среднего бизнеса. А та форма, которая существует сегодня, она его подразумевает, но он существует в достаточно стесненных обстоятельствах. Потому что если у тебя нет крыши, к тебе в любой момент могут прийти из государственных органов и все у тебя отобрать. Это достаточно неконфортно и это негативно влияет на инвестиционный климат в стране. Но опять-таки с этим вопросом лучше к нашему экономисту обратиться. Продолжение следует... Продолжение следует...